Под украинскую песню на паркете вальсируют 30 пар. Это участники боевых действий на Донбассе, волонтеры и харьковские студенты. Среди танцующих демобилизованный пехотинец Николай Куцак. В зоне проведения АТО мужчина воевал в составе 24-й бригады. Венский вальс Николай исполняет вместе с женой. Разучить все движения, признается боец, было довольно сложно. Ну, скажем, нелегко. Тем более, если считать, что раньше никогда не занимался бальными танцами. Благотворительный бал патриотов в Харькове проводят уже шестой раз подряд. Танцевальные номера участники мероприятия готовили на протяжении месяца. Таким образом, рассказывают организаторы, попытались помочь преодолеть военным растерянность после возвращения к мирной жизни. Сегодня мы решили, что пришел час все-таки провести благодейный бал патриотов для людей, которые действительно что-то делают доброе у нас на Харьковщине. Они на это заслуговывают. Забрали АТО, которые защищают нас на передовой. Так, и забрали всех патриотов, евромайданцев, которые тут в тилу працуют за раздой нашего мирного неба над головой. Кроме того, на балу прошел благотворительный аукцион. В качестве лотов выставили произведения харьковских художников. Стартовая цена каждой картины – 10 тысяч гривен. Одну из картин, которую продали на аукционе, написала харьковская спортсменка Екатерина Садурская. 17 лет девушка занималась синхронным плаванием. Однако 4 года назад закончила спортивную карьеру и увлеклась изобразительным искусством. Все мои картины – это часть меня, часть моей души. Они наполнены моей энергией. Я бы не выставила эту картину, если бы я не была уверена, что она действительно достойна. Достойна того, чтобы ее купили и она помогла кому-то. Сколько денег удалось собрать за вечер, организаторы еще не посчитали. При этом все средства планируют направить на помощь детям военнослужащих, которые погибли в зоне проведения АТО. Если у меня есть возможность, а у кого-то нет такой возможности, людям надо помогать. Это библейское. Важны, наверное, даже не деньги семьям погибших, а важно внимание, признание, память о их близких, сыновья, братья, мужья, отцы. Это очень важно. Также часть собранных денег пойдет на разработку социальной интернет-платформы «Неравнодушная». По задумке инициаторов мероприятия ресурс объединит людей, нуждающихся в помощи, и тех, кто может ее предоставить. Планируется, что интернет-платформу запустят уже через полгода. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными разработчиками. Юлия Семененко, Тамара Данилова и Борис Буцевич. Медиагруппа «Объектив».